Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека – окончание школы. 24 мая во всех школах прозвенел последний звонок. Учителя, родители, выпускники и просто школьники собрались на торжественных линейках. В этот день в одном из образовательных учреждений побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. В Славянском районе прошли торжественные линейки в честь окончания учебного года. Для учеников школы номер 43 хутора Барониковского также прозвенел последний звонок, ознаменовавший конец учебного года. Это радостное событие для учеников, их родителей и учителей. Ведь время напряженной учебы позади, а впереди чудесное время каникул. Учебный год уже позади. Для одних впереди просто каникулы. У других – сдача нелегких экзаменов и дорога во взрослую жизнь. Но все они собрались на торжественную линейку в одно время – 8.30 утра. Поздравить учащихся и учителей 43-й школы приехал глава Славянского района Роман Синеговский. Закончился очередной учебный год. Он дал новое знание нашим ученикам, новый опыт нашим преподавателям. Мне очень приятно здесь присутствовать. Я хотел бы сказать, дорогие ребята, вас ждет новая жизнь. Новая жизнь, которую вам придется преодолевать. Но я уверен, у вас все получится, потому что вы у нас набористые, желающие приобретать новые знания. По мнению директора школы Людмилы Андрущенко, этот день светлый, радостный и очень трогательный. Я всей души желаю нашим одиннадцатиклассникам, девятиклассникам справиться со своими чувствами и эмоциями, сдать экзамены успешно. Пускай их берегут родительская любовь и забота. Пускай они верят в свои силы, силы своих учителей. Пускай они все сложатся самым удачным образом. Радость и в то же время грусть испытывали выпускники школ Славинского района, девяти и одиннадцатиклассники. Ведь этот звонок для них стал действительно последним. Теперь им предстоит подготовка к выпускным экзаменам. Уроки, перемены, школьный дневник – все это уже позади у выпускников школы номер 43. Впереди как граница, отделяющая детство от взрослой жизни. Сергей Матвиченко планирует в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение, чтобы стать управленцем и трудиться на благо своей малой родины. Сергей признается, что родную школу он не забудет никогда. Ведь именно здесь он получил знания и обрел настоящих друзей. Чувства на самом деле разные. В основном присутствует грусть, обидно. Большая печаль за то, что я ухожу из родной школы. Мне здесь было до глубины души приятно учиться. И со слезами на глазах я буду уходить из нее. Я буду стараться приходить в свою родную школу. Я никогда не забуду своих учителей, своих первых классных мам. И всегда буду помнить и любить эту родную свою школу. Наталья Матвиченко – мама Сергея. Волнуется в этот день не меньше сына. Ведь именно она много лет назад привела его в первый класс. Поддерживала во время учебы в моменты побед и разочарований. В эмоции, конечно, гордость. В основном гордость за ребенка. Он мальчик хороший у нас. Учился хорошо. Не знаю. Счастье. Хочется, конечно, чтобы он поступил туда, куда планировали. Последний звонок – самый трогательный, самый незабываемый из всех школьных праздников. День, когда вспоминается все самое светлое и хорошее, что было в школе. Множество стихов, поздравлений и наставлений прозвучало в адрес выпускников. Пришло время ребятам исполнить самый красивый школьный танец – вальс. Песные с дружкой, с книгой, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без цвета? Нет, не забудет никто никогда, что в ардрее был. И вот наступил самый кульминационный момент, который выпускники запомнят на всю жизнь – школьный звонок. В его мелодичных переливах останется все – и радость первых побед, и упорная работа над собой, бессонные ночи родителей. Волнующая, звонко, тревожно зазвучал школьный звонок. Кина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Последний звонок, простые слезы, взрослая жизнь, винила школьные грезы. Немножко грустно, немножко волнуешься ты. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все-таки сложно ни годы, ни два забыть.